здравствуйте друзья у нас сегодня тема интересная похоже что тучи сгустились так сильно сгустились над green card лотерей я сейчас расскажу что к чему а так это просто общее такое заглавие темы есть такое издание называется the hill hill это капитал хилл это капитолий да там где конгресс заседает вот это это веб-сайт и вот этот веб-сайт он как бы рапортует о том что происходит на капиталийском холме что-то музыконодателей и вот информация такая прошла что республиканские руководители конгресса то есть обеих палат сейчас обсуждают вопрос о том чтобы впихнуть иммиграционную реформу в расписание деятельности конгресса где-нибудь на январь-февраль дело в том что у республиканцев вообще у конгресса в целом есть много дел разных и иммиграция не является чем-то таким знаете ну неотложным вообще по приоритетам которые американцы выделяют для себя иммиграция идет там на пятом шестом седьмом месте не то чтобы это действительно вот так насущный такой наболевший вопрос но не для ксенофобов для ксенофобов иммиграция стоит на гораздо больше более высоком месте и к сожалению ксенофобы вот это вот вот эта часть как бы до электората она так стойкая крепкая и стоит на своем и голосует вы сами знаете за кого и вот соответственно мы говорим сейчас про январь-февраль куда пытаются впихнуть эту самую реформу но тут произошла такая знаете ситуация я вам расскажу есть известная такая байка я не помню грузинская кавказская какая-то вот такая история о том как на одного ребенка претендовали две женщины от мать а другая женщина которая косила под мать но не была матерью и судить ну кто там судья который пытался разрешить вопрос он говорит ну вот ребенок там но какой-то там 10 лет допустим и это вот тащите в разные стороны вот кто на свою сторону ребенка перетащит того и ребенок ну и дальше получалось так что мать которая родная мать она настолько не могла себе позволить травмировать ребенка физически покалечить что она его отпустила и судья сказал вот это и есть мать вот та которая отпустила то есть мать но дело не в этом а дело в том что ситуация по раскладу очень похоже на ту буквально там несколько недель назад ну месячишка может назад президент трамп отменил указы обамы о том чтобы детям которые в таком юном несознательном возрасте оказались сша вот вот этим детям дать какую-то такую поблажку легализующую их и это 800 тысяч человек тех кто зарегистрировался может быть еще есть наверняка есть еще те кто не зарегистрировался но зарегистрировавшихся 800 тысяч человек их освободили как бы оградили от депортации им дали номера социального страхования разрешили работать работать учиться но все пожить им еще не выдали грин карты но вот так и трамп как президент отменил указ обамы как президента это не было законом и сказал он даже как бы можно сказать почти красиво так сказать сказал ну в конце концов говорит он вот есть вещи которые законы должны определять а есть вещи которые президенты занимаются президенты не должны подменять законодатели поэтому иммиграция это вообще говоря на законодателях поэтому я вот отменяю а вы если хотите вот допустим у вас там мы все сочувствуем молодым людям но вот пусть конгресс и закон такой и примет в течение буквально там недели полутора или там двух тот вак сразу после этой отмены были такие успокаивающие успокаивающие сигналы о том что договорились с демократами что вот это все включат в обсуждение там значит бюджета который ну вот сейчас будет декабре должны обсуждать и в общем там все это разрешится вообще без проблем потому что никто не хочет обижать вот эту категорию людей там и так далее то есть как бы то есть речь шла о том что это можно сделать без того чтобы включать это в иммиграционную реформу и упаковывать все на свете в один этот пакет и так далее дальше трамп стал говорить нет мы так не поступим может быть он не сам стал мог быть у него советники есть наверное но как бы от него идет он говорит нет мы так не будем мы это включим в иммиграционную реформу и он дал 6 месяцев на то чтобы законодатели что-то сделали через шесть месяцев где-то в марте я так понимаю если закона не будет принято то люди которые будут обращаться за продлением разрешения на работу этим людям будут отказывать то есть не будет возможности продлевать разрешение на работу разрешение на работу выдается на два года соответственно в течение двух лет начиная с марта все эти 800 тысяч останутся без разрешения на работу вот такая тонкая такая история взяли вот это вот дитя и говорят демократам вот сейчас будем тянуть как будем тянуть а вот мы сейчас на январь-февраль по быстренькому по быстренькому мы добрые мы же не то что мы же не хотим чтобы они ну действительно пострадали молодые то поэтому мы на январь-февраль включаем в расписание иммиграционную реформу а там много чего в этой реформе в частности он гринкарт лотерея и значит вот другая аналогия знаете вот допустим взять дворники снять машины сказать ну сколько даешь за дворники это шмай и как же они твои если они вот у меня вот тут вот вот примерно такая история и если раньше например за отмену гринкарт лотереи да они могли как-то ну что-то поторговаться с демократами хотя с другой стороны такое ощущение что сейчас уже торговаться никто и не собирается никто не пытается сделать что-то вместе если мы этого большинства хватит вот вот но они может быть рассчитывать что хватит то можно вообще не договариваться и все к черту матери там перекорел и так далее в общем короче нет нет желания договариваться уступать там что-то такое обмениваться гитая там все под одну эту реформу так вот я просто как бы рассказываю так сказать background этого всего да то есть на каком фоне это происходит но то что сейчас рассказываю объясняет почему это январь-февраль потому что ребенок не должен погибнуть от того что за руки тянут то есть это должно произойти в январе-феврале чтобы не повредить тем молодым людям которые идут по этой программе даков обамовской и если они их повредят этих людей то будет очень не симпатично потому что в целом как бы никто не хочет их обижать уже если они к этому приведут то это конечно по ним же и ударит вот как бы вот такая вот ситуация вот так они работают так функционируют так так как бы такой стиль такой и так возвращаемся green card лотереи если это реформа про таки да будет поставлена на голосование а как бы они хотят это сделать дело не в том что трамп сказал вот мы сейчас из-за этого узбекского террориста сейчас я буду требовать чтобы конгресс и конгресс взял под козырек нет ну конечно нет этого не произойдет то есть они не поставят реформ они не поставят отмену green card лотерея отдельным законопроектом чтобы за него отдельно голосовать не у них там внутри вот это как бы знаете как вот когда знаешь сейчас ветку упадет и так становишься и говорит ветка упади и и грешно как слушается дерево вот это такой примерно разговор сейчас происходит но создается как бы кейс накручивается ксенофобия там дальше идут хрен знает там информация полу информация чистая ложь все это до кучи но это происходит потому что они уже знают что в январе феврале примерно где-то в это время будет приниматься реформа иммиграционная и что-то в ней мы не знаем но права лотерею green card мы знаем точно ну то есть не то что мы совсем не знаем мы мы знаем что есть законопроект и мы его можем почитать но что примут мы не знаем поэтому поглядим но тучи сгущаются если раньше например как бы я думал но у них там столько дел не дойдет до иммиграционной реформы но мы видим что как бы меняется ситуация и они явно целятся на то чтобы иммиграционную реформу провести так что ну ну что делать посмотрим в общем вот такие такие новости такие соображения есть конечно другой вопрос который многие из вас зададут вот сегодня когда мы продолжаем еще подавать заявки на для участия в гринкарт лотерея еще до 22 ноября там две недели еще идет прием заявок значит вопрос естественный но хорошо а как быть с лотереей которая вот сейчас мы участвуем да будет ли тираж допустим в феврале в январе отменят а вот эти которые уже подали они как вообще они они будут разыгрываться другой вопрос а вот те которые уже выиграли в деве 2018 они будут разыгрываться но с не разыгрываться интервью будут проводиться те которые еще не провелись те кто уже допустим прошел эти интервью они смогут въехать это масса всяких вопросов и мы не знаем ответа наверное те кто уже прошел интервью там без вопросов вот но и тем кому назначены тем кто 2018 наверное уже наверное их не тронут но дальше все определяется в то как именно будет прописано и ни один человек вам ответа не даст потому что мы не знаем мы не знаем текста и когда взять такие вот события происходят текст очень большой закона вот например сейчас налоговая реформа там четыреста тридцать там шесть страниц в прессе обсуждают там ну пять шесть позиций вот это так это так это так вот то что всех как бы интересует у всех а дальше начинается какие-то мелочи которые интересуют конкретные группы там лоббирующие не лоббирующие так далее и и вот это уже там детали которых никто не знает и не интересует то же самое и с лотерей если они отменят лотерею то там будет очень подробно прописано и будет достаточно много страниц они должны будут решить наверное куда они денут эти 50 тысяч до под какую программу отдадут они должны будут решить как именно делать лотерею не лотерею вот эту больную систему то есть может там не будет баллов может еще как по достоинствам мы ничего этого не знаем это большая тема и я не представляю как они могут это быстро обсудить уже там очень-очень много вопросов но но посмотрим поглядим я просто вам рассказываю что вот тенденция такая я не говорю что уже включено там в повестку дня больше того еще с налоговой реформы они не определились вот поэтому сколько времени займет вот вот этот базар и получится ли у них мы тоже не знаем это тоже повлияет на включение или не включение тех иных вопросов повестку дня включение раньше включение позже и так далее ну то есть много всяких потенциально может быть событий ускоряющих или наоборот там задерживающих наступление того или иного события еще какого-то но в общем я вам рассказал с одной стороны с другой стороны я уже приехал куда я еду так что друзья мы на этом с вами прощаемся счастливо